Вопрос проверок бизнеса Вопрос очень серьезный. Неоднократно встал вопрос о том, что не надо кошмарить бизнес. Надо понимать, что в вопросах кошмарения бизнеса есть серьезная, такая фундаментальная, теоретическая база. Законодательство в России таково, что объем проверок просто колоссален. Зачастую нормативные требования не совпадают друг с другом. И выполнение требований одной инстанции приводит к невыполнению этих требований у другой инстанции. Недаром еще в 17 веке была знаменитая фраза «Суровость законов Российской империи компенсируется полным неисполнением этих законов». В результате, когда проверяющий приходит в бизнес, вопрос его совести и его мировоззрения кошмарить или не кошмарить. То есть, применять все меры или не применять. То есть, ограничиться здравым смыслом. Могу сказать на собственном опыте. Я эксперт Федеральной службы по надзору в сфере науки и образования Российской Федерации. Федеральный эксперт. Я езжу и проверяю вузы на предмет их соответствия, их деятельности законодательства Российской Федерации. Даже в этом узком сегменте целый ряд положений не стыкуются друг с другом. Целый ряд положений лишние и абсолютно не влияют на деятельность вуза. Поэтому я, как эксперт, приехав в конкретный вуз, а за прошлый год я проверил более 25 вузов Российской Федерации, я смотрю на то, нормально работает вуз или ненормально. И главный упор делаю не на побуквенное выполнение требований, а на общую нормальность работы учебного заведения. Вот если проверяющие, которые будут заходить в бизнес, будут ходить по такой же идеологии, не побуквенное выполнение каждого пункта закона, а сущностное, то есть нормально работает предприниматель или ненормально, не влезая в мелочи, тогда кошмарение бизнеса прекратится. Но боюсь, что по целому ряду проверок проверяющие будут подходить сугубо формально, исходя из пунктов закона, а это значит, что кошмарение бизнеса продолжится и в дальнейшем. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы это прекратилось. У нас в гостях Владимир Фролов, экономист, и поговорим про экономику. Экономика – тема конца последнего года и начала этого года. Конечно, про ослабление рубля, про цены на нефть, про экономику. Очень много новостей и много о чем можно говорить, но люди видят, что благосостояние падает и ожидают, что еще, видимо, больше упадет. Такой вопрос. Если бы вы были в правительстве или даже руководителем правительства, может, президентом, вы бы что сейчас делали с экономикой, чтобы исправить ситуацию? Давайте я немножко начну чуть-чуть пораньше. Первое. Значит, вот мы с вами беседовали много раз. Да я постоянно говорил одно и то же. Сегодня в России не проводятся экономические реформы. Это очень печально. То есть дело в том, что непроведение реформ может привести, ну, просто к фатальным последствиям. И даже перечислял, что надо делать. Раз, два, три. То есть первое – это, конечно, надо искоренять коррупцию. Второе – очень срочно и быстро заняться налогами. И третье – это, конечно, отрегулировать все вопросы по бюджету. Значит, более того, мы съели группу товарищей и все это написали. И причем написали на достаточно фундаментальном уровне. То есть и аксиматизировали, и определения дали, и так далее. Не просто там с наскоку. Все это уже написано. Нами, например. Ну и возникает вопрос, на каком уровне это написано. Может, мы бестолковые вещи написали, и над нами только посмеяться можно. Но я приведу такой пример. В 1998 году, когда, значит, обсуждался вопрос налоговой реформы, в конечном итоге приняли наши предложения по налогам. Ну, с небольшим изъятием, но, в принципе, вот то, что мы предлагали и предложили. То и было реализовано. И вот сейчас, когда обсуждают, например, правление Путина, говорят, у него была блестящая реформа налоговая. Но это неправда. Дело в том, что вопрос по налоговой реформе был принят еще при Ельцине в 1998 году. Он просто докатился. То есть через бюрократический аппарат катился, и, по-моему, если мне не изменяет память, в 2001 году реализовали налоговую реформу. А сейчас, я говорю, ее надо срочно менять. Почему? То есть вот вроде бы предложил, написали, а сейчас говорю, что надо менять. Почему? Время идет, и все превращается в архаику. Все покрывается пылью. То есть надо уже предпринимать, то есть отвечать на новые вызовы, которые стоят перед экономикой. Я все время одно и то же говорю. Сейчас нужно первое – это налоги, бюджет и, естественно, коррупцию. Потому что если есть коррупция, то ни налоги, ни бюджет сделать нельзя. Потому что это те виды законодательных актов, в которых очень сильно зарыты локальные интересы тех или других граждан, которые никоим образом не коррелируют с интересами государства. Если ничего не менять радикально, то что будет в ближайшие годы? Что зарплата по стране в среднем 300 долларов, в Москве, скажем, 500, и мы возвращаемся в 90-е только без надежды, без перспективы, что это все изменится, и мы придем хотя бы в Восточную Европу? Знаете, меня даже немножко как-то смешит рассуждение наших чиновников. Они говорят, будет отскок, будет отскок, будем ждать. Вот два года и будет отскок. Имеется в виду нефтяной. Да, какой-то отскок. А если не будет? И будем ждать два года. Два года прождали, а никакого отскока нет, например. И в этой ситуации, к сожалению, 2015 год мы уже потеряли. В 2015 году сделать ничего нельзя, потому что налоги, бюджет, извините, пожалуйста, это с 1 января. Бюджет принят, там, по-моему, 80 или 90 долларов за баррель нефти. Но это, по сути дела, липовый бюджет. Значит, опять с 1 января. 1 января уже, извините, 2016 год. Но чтобы принять нормальные, нормативные документы, нужно этим заниматься сейчас очень срочно. Почему? Вот почему, например, налоговая реформа, которую мы предлагали в 1998 году, оказалась удачной. Были очень мощные вычисления. То есть была построена математическая модель экономическая, которая описывала экономику России. И мы на основании математических вот этих вычислений, достаточно объемных, больших и скрупулезных, посчитали и ставки, и налогооблагаемые базы, и прочее, прочее, прочее. Сейчас точно такого же рода вычисления нужны, и, может быть, даже еще более кропотливые. Это требует время. Потом, после того, как, например, концепция будет проработана, следующий шаг – это уже написание собственно нормативных документов. Тут уже надо привлекать квалифицированных юристов. В тот раз мы опирались на нашу юрокадемию. То есть мы привлекли несколько профессоров, я уж не помню, 5-7 человек, которые нам соответствующие разделы написали. Извините, пожалуйста, это тоже 2-3 месяца. Быстрее не сделать. Ну и так далее. Еще там через Думу провести и прочее. А я, например, наблюдаю за ситуацией, когда вроде никто ничего не собирается делать. Почему для малого предпринимательства с 6% до 4% базовый налог, то есть вот эти патенты, немножко ослабят налоговое время? Правда, социальные расходы не учитываются? То, что работодатели могут... Ситуация заключается в следующем. Есть сложные системы. И вот сложную систему объять разумом невозможно. Вот когда мне говорят, скажи, какой должен быть налог, какой должен быть процент, я говорю, я не знаю. Потому что это задача с тысячами переменных и как минимум с сотнями разных ограничений. То есть это задача матпрограммирования большой размерности. И человек интуитивно не может увидеть, какие должны быть ставки, какие налогоблагаемые базы, какие будут поступления в бюджет, какая будет функция отклика на те реформы, которые реализуются и так далее. Это невозможно умозрительно сказать. Это требует очень громадных объемных расчетов. И вот в этой ситуации, ну, сидит человек, говорит, 6, 4, 4, 6, просто пальцем тычет в небо. А ты покажи мне расчет. А с чего ты взял, что надо 4, например, а не 2,5 и так далее. Вот я приведу такой пример. Я тоже был период, когда тыкал пальцем в небо. То есть это был где-то год 1992. И вот у меня была такая идея, что налог на имущество надо сделать достаточно таким жестковатым. Ну, мне казалось 6-8 процентов. Я везде писал 6-8 процентов. Это были умозрительные рассуждения. Как мы стали считать, больше 2,5 процентов никак не получается. Иначе те отрасли, где имущество составляет значительную часть, они просто разоряются. И поэтому для такого рода суждений требуются очень кропотливые, объемные, высокопрофессиональные математические расчеты. Я вам, например, ничего не могу сказать. 4 или 6. Надо считать. Смотрите, для того, чтобы не проводить радикальных реформ, в 2014 году появилось еще одно основание. Ну, Россия, во всяком случае, с официальной точки зрения, является осажденной крепостью. Осажденные крепости внутри не проводят никаких реформ. Наоборот, пытаются что-то сделать такое автохтонное. Например, платежную систему, тут же SWIFT. Нам вроде как угрожали отключением от международной платежной системы. А мы вроде как работаем над созданием своей. Давайте про SWIFT немножко поговорим. Имеет смысл как-то вот запираться? И есть ли какая-то угроза отключения? Я всегда стараюсь использовать корректные слова, которые являются неоскорбительными. Но когда начинается обсуждение этой темы, я никак не могу подобрать более корректные слова. И у меня все из меня, как говорится, прут слова оскорбительные. Я приведу вам простой пример. Значит, ФРС, Федеральная резервная система, которая имитирует доллар, 100 лет назад. Значит, SWIFT порядка 50 лет назад. Это очень архаичные системы. Они пережили свой век. И сейчас многие специалисты, высококлассные специалисты, ну, например, вот есть такой Римский клуб, достаточно авторитетная организация международных научных сотрудников, которая как раз занимается вопросами экономики. Они очень много писали резких фраз негативных про SWIFT, ФРС, ассистирующие всякие евро и тому подобное. И вот сегодня наметился тренд. Это электронные деньги. Значит, электронные деньги сегодня выгодны всем, в том числе и американцам. Скинуть доллар как на внутреннюю валюту, а вместо международной валюты сделать электронные деньги. И вот сейчас массово люди уходят из американских финансовых институтов, где они работали на топовых должностях, и начинают заниматься электронными деньгами. Потому что все равно в электронных деньгах будет прорыв. Я вот, например, абсолютно верю, что буквально в обозримое время, предположим, не более чем 10 лет, мировая финансовая система будет опираться именно на электронные деньги. Электронные деньги позволяют там и доллара избежать, и свифта избежать. То есть другая конфигурация, другая архитектура будет построена, мировая финансовая. Американцы этим занимаются. Что делают в России? Запрещают. То есть сейчас в Госдуме лежит закон о суррогатных денежных средствах, который, конечно, не только электронные деньги подпадает, а даже там эти вот льготные мили на самолетах и так далее, ну в качестве несуразицы. Так вот сейчас все силы надо было бросить на это направление. Что делает наша власть? Запрещает. И вот таких примеров можно привести много. То есть то, чем надо заниматься, мгновенно блокируется. Но может есть иллюзия бесконтрольности, боязнь упустить ситуацию. Даже с рублем не могут справиться. Казалось бы, курс удержать. Дело в том, что уж извините меня ради бога, но иначе рубль, чем мусорная валюта, я назвать ее не могу. Объясню почему. Сейчас очень много, особенно в сетях, рассказывается историй. Вот перейдем мы на рубли, будем рублями проводить платежи и так далее. Возникает гигантское количество вопросов. Вопрос номер один. А через какую систему вы будете проводить трансграничные платежи? Через свифт, да? Вы хотите повалить доллар, работать только за рубли, а платить будете через свифт. Другой-то альтернативы на сегодня нет. Американцы говорят, давайте, ребята, повалите нам свифт. Извините, пожалуйста, повалите нам доллар. Нам это очень нравится. Второй вопрос. Вот очень много пишут, что китайцы крайне ангажированы на то, чтобы проводить платежи в иене и в рубле. Ну, была информация в конце прошлого года, что китайские фирмы взвыли после девальвации, ну, по сути дела, двукратной. И они от рублевых расчетов отказались. Кому нужна валюта, которая за меньше, чем полгода девальвирует практически в два раза. Извините, пожалуйста, это мусорная валюта. Вот и в этой ситуации строить все планы на том, что мы сделаем гегемоном, значит, валютным гегемоном рубль, это может только человек не очень умный об этом говорить. А если будет искусственно как-то, ну, предлагаться, что ли, рассчитываться в рублях, потому что не только про юань такое говорили, еще про тайландский, что там, бат, и про турецкую лиру, что вот мы будем в своих валютах. Могут ли предписать, например, экспортерам или небольшим туркомпаниям рассчитываться? Вот знаете ситуация какая? У нас всегда царит заединщина. Вот мы чего-нибудь набезобразничаем, поссоримся с соседом, там окна ему побьем, а потом говорим, да, конечно, мы слабаки, но вот у нас есть старший брат Китай, вот он придет, и мы вместе его отмутузим. Не только окна побьем, и двери выбьем. И вот эти люди, они очень много говорят, ну, каких-то эмоционально окрашенных слов, ну, там, риторических каких-то высказываний приводят очень много. Но с чего вдруг Китай придет с нами вышибать двери у соседа, если он очень плотно работает с Америкой? Если у него экспортная составляющая по американцам доминирующая, да он будет работать с американцами всегда, ему это просто выгодно. И в этом плане, в этом плане, точно так же строят китайцы и другие страны отношения и с Россией. Если, например, им выгодно работать в рублях, значит, ну, например, покупать у нас в рублях, которые девальвируются, они будут покупать. Если им невыгодно продавать в рублях, потому что рубль девальвируется, они не будут продавать в рублях. Понимаете, в мире бизнеса царит чистоган и нажива, и другого ничего нет. И поэтому все эти рассуждения, а давай с ними поговорим, с пацанами-то вдруг они так же сделают, как мы хотим. Да никто ничего не сделает. Как выгодно, так и будут работать. Хорошо, смотрите, мировые рейтинговые агентства, видимо, присуждают России мусорный рейтинг. Подошли предмусорные пока у Мудис, пока на два пункта выше мусорного. Но, тем не менее, как это на нас кажется? Вообще, можно ли говорить о сворачивании фондового рынка в России? Чего мы лишимся в ближайшие годы, если не будет никаких резких конструктивных реформ? Обсуждается вопрос у Украины. Когда мы давали им 3 миллиарда, мы записали в условия, что в случае, если там будет задолженность превышать какой-то процент ВВП, мы будем считать эту ситуацию форс-мажорной и требовать вот эти 3 миллиарда. Об этом пишут много. Но практически совсем не пишут, что многие, значит, заимствования, которые делали наши компании, Российская Федерация, они тоже привязаны к этому обстоятельству. То бишь, если у нас рейтинги будут мусорные, то нам предъявят долги, и мы должны будем их оплатить. То есть, и получается, ситуация у нас, во-первых, корпоративных долгов навалом. В этом году, кажется, 300 или 350 миллиардов должны отдать нашей компании. Ну, немножко поменьше, раза в два. Ну, еще там ЮКОС упоминают. 50 миллиардов, да. В случае мусорного рейтинга, там кое-какие ценные бумаги нам надо будет спешно загасить и так далее. Извиняюсь. Подпростыл. А сейчас очень много пишут о различных наших фондах, которые у нас были накоплены. И вот западные аналитики используют такое понятие, вновь появившаяся активная и неактивная части. То есть, у нас вот, ну, насчитывает там около 400 миллиардов резервов тех или иных. А говорят, 100 из них активные, а 300 неактивные. То есть, как это понимать? Это просто эти деньги разместили, ну, во всяких там наших госкомпаниях, в различных бесконечно больших госкомпаниях. И понятно, что оттуда деньги-то не вытащишь. И вот таких вот активных денег-то у нас осталось совсем маленько. И в этой ситуации, конечно, ситуация достаточно ухудшается, но мы-то говорим не о том. Понимаете, мы говорим в том ключе, а когда у нас деньги закончатся, быстро закончатся, ну, хватит, наверное, на 2015 год, а там вряд ли. Надо-то говорить о другом. А что нам надо делать, чтобы оздоровить нашу экономику? А вот такого рода дискуссии нигде и не проводится. Я приведу такой пример. Я недавно прочитал в интернете, что в МГУ проводится какая-то конференция, съезд некоммерческих организаций, которые занимаются какими-то политическими вопросами. И там приедет руководитель нашего государства, установочную речь произнесет и так далее. Господа, да нам сейчас надо не этим заниматься, а реформой экономической. И собирать-то съезд не в связи с какими-то отношениями, с некоммерческими организациями, это вообще плевый вопрос. И явно уж даже не на уровне правительства, не говоря уже главе государства, а надо очень срочно вырабатывать меры, которые позволили бы стабилизировать нашу экономику и пустить ее по руслу развития. А вот такого рода дискуссии ведутся только в Фейсбуке. И что интересно, вот я, например, читаю достаточно квалифицированных экономистов, грамотных экономистов, не совсем, что они пишут, я согласен. Процентов на 70-80 согласен. И таких, значит, в социальных сетях достаточно много. Ну, десяток можно насчитать людей. Так вот, почему не собрать их? Почему не устроить дискуссию? Вот один так считает, другой эдак считает. И Глазиева можно пригласить туда же. Пусть он тоже объяснит свою позицию. Но он, в конце концов, научный сотрудник, я думаю, что вполне вменяемый, ему можно объяснить, в чем он прав, а в чем он не прав. Так вот, не устраивает этих дискуссий. И вот я сегодня посмотрел этот Гайдаровский форум. Я в прошлом году ходил, меня приглашали, но там ситуация была такая, там все компактно размещено, но тем не менее, из здания в здание надо бегать, ну, метров 50-70. И вот надо было перебежать из одного здания в другое. Была зима, но точно так же это был январь месяц. Мы пришли к какому-то зданию, и нас держали 30-40 минут раздетыми. Потому что мы-то рассчитывали, 50 метров пробежал, и уже в тепле. Потому что Медведев там какую-то пресс-конференцию организовал, и очень сильно разговаривался. Вот. Я понял, что просто людей не уважают. Понимаете, ну как? Вот он там на каком-то высоком этаже, ну, там на 10-м, например, на 5-м дает пресс-конференцию, а это мероприятие на 2-м этаже, например. Очень хорошая метафора для экспертного сообщества и власти. Так, и чтобы достучаться экспертному сообществу до власти, что нужно сделать? Надо какой аргумент привести? Ну, вот я приведу... Потому что политически ситуация выгодная, политический режим крепок. Может, ему экономика и не нужна никакой экономической развитии. Я себе посмотрел, ну, мельком, не буду говорить, что много смотрел. Ну, и сидят все граждане. Там Кудрин, Крев, там, значит, Голодец, Силуянов, там, Улюкаев и так далее. Ребята, ну вы привели экономику в это состояние. Вы все поработали на это. А сейчас они должны вывести экономику из этого состояния. На мой взгляд, ну, предельно сюр какой-то. Странная ситуация. То есть сейчас-то должны не эти Сусанина обсуждать. Надо менять команду. Вот сейчас, знаете, дело даже не в команде. Вот в такой ситуации, кто где работает, а Бог с ним. Это уже не так важно. А сейчас надо дискуссии активные проводить. Что России надо срочно делать? Что надо реформировать? Но все упирается в то, что все ответственные люди первым пунктом поставят борьбу с коррупцией. Точка. Почему? Потому что если не будет борьбы с коррупцией, все остальное без толку. То есть, вот, например, надо модернизировать бюджет. Бюджет сегодня по какой схеме работает? Все с территории стягивается в Москву, а потом через некоторое время гоняется обратно. Вот. И это выгодно некоторым чиновникам в Москве наверняка. А надо строить бюджет иным образом, как строят, например, его американцы. У американцев как бюджет построен? Федеральные центры получают 10% всех отчислений. Не, неправда. Всего 10%. Федеральные бюджеты Америки получают 10% отчислений. Нет, вы говорите не точно. Извините, я вас оспорю. Значит, в Америке есть два федеральных налога. Это типа нашего подоходного и нашего налога на прибыль, который у них называется налог на корпорации. Все на территории. Каждый делает свою налоговую систему, какую он пожелает. И вот те, кто сидят на местах, они придумывают налоговые системы. Вот я разговаривал в 2002 году с господином Коксом. Он работал в то время в Минфине США и отвечал как раз за налоговое реформирование. Я говорю, извините, пожалуйста, зачем вам такое бесконечно большое количество налоговых систем? Он говорит, пусть все пробуют. И у кого начнет получаться, мы этот опыт будем проталкивать в других штатах. И вот ситуация какая? Сейчас нам тоже надо экспериментировать, надо искать какие-то решения, чтобы эта возвратно-поступательная машина перестала работать, которая вытягивает все с территории, а потом со скрипом эти деньги передвигаются обратно на территорию. Ну, я не знаю, с какими потерями на трения. Ну, вот наш кризисный премьер Примаков, ну, человек, который в 98-м году был премьером и выводил вроде как страну из кризиса 98-го года, сказал, что давайте вернемся хотя бы к системе конца 90-х, 50% в территориях, 50% в федерацию. Ну, можно и более изысканное, изящное, красивое решение найти. Ну, хотя бы так. Ну, вот мне, как научному сотруднику, конечно, видится решение более аккуратное, более оптимальное. Ну, более оптимальное неправильно, я говорю, оптимальное. Мой научный руководитель, Еремин Иван Иванович, академик Еремин, когда в его присутствии говорили более оптимальное, он всегда говорил, говори лучше шибко, оптимальное. От слова более выбираем. Оптимальное решение. Так, и какое оно? Она заключается в следующем. Опять же, это требует очень глобальных математических расчетов, а суть их сводится к следующему. Надо посчитать такое расщепление бюджета, извиняюсь, расщепление налогов между региональными бюджетами и федеральным бюджетом, чтобы движение денег из регионов в центр и обратно было минимальным. Конечно, останутся какие-то и дотационные регионы, без этого никак. Но количество таких регионов должно быть сведено к минимуму. А не то, что, как сейчас, практически все уже являются де-факто банкротами. Слушайте, сейчас говорят про два года, что нужно в два года провести срочные реформы. А то, о чем говорите вы, это нужно всю страну поменять. Это задача примерно для двух властных режимов, для двух властных команд. Они еще должны смениться при этом. Я так не считаю. Если бы было разумное руководство, ориентированное на экономические реформы, опять же, вот такого рода дискуссии позволили бы выработать поэтапное движение к оптимальному законодательству. То есть, это могут быть шаги. Это не обязательно сразу все грушил и по-новому сделал. Можно вот двигаться. Вот здесь поменяли, здесь поменяли, здесь поменяли. Но это движение должно быть методичным и достаточно быстрым. То есть, каждый год мы должны менять и должны понимать, куда мы идем. Если не будет ничего меняться, что произойдет все-таки? Катастрофа. Хорошо. Как катастрофа будет выглядеть в Свердловской области? Мы, например, продаем много металлов. На металлы тоже подает спрос, все равно как и на нефть. Мы что, будем терять доходы и будет разгоняться инфляция, потому что номинально в рублях примерно теми же, наверное, Я, знаете, отвечу на этот вопрос так. Вот есть теория катастроф. Это математическая дисциплина, где все нормально, аккуратно описано и так далее. Я, конечно, буду говорить не строго, а образно. Так вот, когда наступают кризисные времена, то есть мы стремительно движемся к катастрофе, то возникает так называемые бифуркационные процессы. То есть система может развалиться, а может остаться? Нет, там все намного больше, там очень-очень-очень много точек. Вот ты находишься в этой точке B, находишься в этой точке B, находишься в этой точке B, и такие процессы возникают непрерывно, вот постоянно. Я приведу пример. Очень много занимается прогнозированием развития России, в том числе и западные аналитики. Наших можно обвинить в том, что они политически ангажированы, но западных вряд ли в этом и обвинишь. И вот почитайте, что они говорили летом 2014 года про экономику России, и что они пишут сейчас. Вообще ничего похожего. Ту ситуацию, которую они описывали, она кардинально отличается от той, которая реально сегодня сложилась. И вот в этом плане надо не прогнозировать, что произойдет, а надо делать другое. Надо заниматься реформами, и вот этот хаос взять в руки и начать им управлять. А если ничего не делать, то какие формы примет катастрофа, я не знаю. Потому что би-би-би-би-би, и вот куда эти точки бифуркации уйдут, я не знаю. Хорошо, как человек, у которого дочь предприниматель, и вы, наверное, у вас есть какой-то еще бизнес, вы для себя какие управленческие решения принимаете, исходя из такого пессимистического настроя? Все продать, и пока не поздно уехать? Раз нельзя предсказать. Ситуация следующая. Моя дочь, Ксения, она занимается медициной, лечит людей. Самое прибыльное для нее время, когда вы думаете? Думаю, летом, когда... Кризис, кризис. Когда много инфарктов. Инфаркты, инсульты, туча болезней, организм ослаблен, и так далее. Как только начинаются кризисы, доходы медицины тут же растут. Не потому что тарифы за обслуживание повышаются, а люди объективно больше болеют. Мой сын Андрей, он, значит, сделал очень интересную форму. Ну, по сути дела, аренды недвижимости. Это коворкинг. Коворкинг. Есть вот места. Ты покупаешь это место, но не конкретно место, а вот там работать. Если тебя нет, это место может занять кто-то другой. И вот так вот идет оборот. За счет этого продается больше мест. И это позволяет делать достаточно дешевую аренду. Вот у него сегодня все по горловину забито. То есть, сбегает вот этих бизнес-центров, где все дорого, и бегут к нему. Что касается меня, я тоже занят чрезвычайно интересной работой, но какой, скажу только поздней весной. Ну, большинство же предпринимателей, и даже есть среднего класса. Скажу то же самое. Что лично для меня, вот именно как для Фролова, для меня, конечно, очень выгодно более глубокая кризисная ситуация. В этой ситуации проект наш будет более успешным. Хорошо. Все остальные, кто не занят в бизнесе, ориентированном на кризис, извините за такую формулировку, им что делать? Они вот уезжают. Перестать быть идиотами. Приведу конкретный пример. Я познакомился в Москве с очень достойным человеком. Профессионалом, ну, просто за предельно высокой квалификацией, не в экономике. Вот. И он обратился ко мне летом 2014 года с вопросом, как ему жить и что делать в сфере экономики. Я говорю, а какие у тебя проблемы, вопросы? Он говорит, вот у меня есть ненужная квартира, продать. Я говорю, продай немедленно. Вот сейчас вот иди и продай. Он говорит, а дальше что? Я говорю, все, перекрутив доллары. Он на меня посмотрел и сказал, а где вы получили образование? В нашей стране? Я говорю, да. И вы так не любите нашу страну? Я говорю, почему не люблю? Вы меня спросили, вы меня спросили, что вам делать, чтобы меньше потерять в данной ситуации? Я вам сказал, ну, и начались разговоры, Крым наш, я им свое и так далее. И вот он в конце декабря продал за ту же цену в рублях и бегал, и метался, и не знал, когда ему прикрутить доллары, до или после, там, несколько дней. Ситуация какая? Надо иметь голову на плечах, не надо быть политизированным человеком во время кризиса, надо принимать решения не из эмоционально-патриотических соображений. А если ты, например, эмоционально-патриотически, это, ну, как бы, деятельность твоя, работай хорошо на своем рабочем месте, а когда речь идет о бюджете семьи, ты за семью отвечаешь, то ты выбирай те решения, которые позволяют тебе кормить семью и не вгонять ее в бедность. Но ситуация такова, что у нас очень много зомбированных людей, которые принимают решения абсолютно из других соображений. Спасибо большое за беседу, спасибо за мудрый совет не быть идиотами. Это был Владимир Фролов, экономист-финансист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин